Картины, которые нашли в особняке главы таможенной службы России Бельянинова, эксперты оценили в 300 тысяч долларов. Именно столько могут стоить полотна Ивана Айвазовского и Льва Алагорио. В доме Андрея Бельянинова следователи также нашли килограммовый слиток золота и пять самородков, а главной находкой стали наличные на сумму больше 100 миллионов рублей. Обыски прошли и в кабинетах заместителей главы таможни Руслана Давыдова и Андрея Струкова. Как заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, высшее руководство таможни подозревают в причастности к контрабанде крупной партии спиртного. Были проведены обыски и по месту жительства и работы президента страховой компании «Арсенал» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм и чья деятельность тесно связана с Федеральной таможенной службой России. Следователями изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования этого уголовного дела. Расследование идет уже несколько месяцев, а началось все с того, что на таможенном посту в пригороде Петербурга нашли больше 2000 бутылок элитного алкоголя. Среди которого, кстати, коньяк-курвазия 1912 года. После этого спецслужбы арестовали пятерых бизнесменов, в том числе миллиардера Дмитрия Михальченко. Его-то теперь и считают главным фигурантом дела. До встречи!